В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Вы прислали такое очень длинное, горестное письмо с рассказом о том, что вы больны ДЦП детским церебральным параличом, и вот вам уже 25 лет, но у вас нет ни работы, ни личной жизни, и как только какие-то попытки происходят завести эту личную жизнь, они оканчиваются неудачей, и вы смотрите на тех девушек и женщин, которым ходят замуж, даже ваши ровесницы, многие по колледжу, и вы завидуете, и вы страдаете от того, что у вас этого в жизни нет. Бучаетесь, иногда вы ходите в храм, спятаетесь, причащаетесь, но чувствуете, что трудно с этим всем справиться. Как справиться? С этим состоянием, как научиться бороться, когда оно возникает. Как жить полной жизнью, никому не завидуя. Но вот самое главное, что надо сделать, это не иногда ходить в храм, а постоянно. Когда человек приходит в храм, ему становится хорошо, потому что вот эти все страсти, которые вас мочат, и зависть, и гордыня, и уныние, и отчаяние, и саможаление, и страхи, это все от дьявола, это все страдания, которые сатана на вас наваливает, нагнетает. А когда в храм человек приходит, ему становится легче, хорошо, это все оступает. Сатана в храме действует с большими затруднениями, хотя и действует, ну, через гордыню в основном. У вас же гордыня не такая большая, огромная, как у остальных людей, благодаря вашей болезни. И это очень важно. И, соответственно, в храме, общаясь с Богом, вы будете получать благодать и радость. И я говорю, это из собственного опыта, и опыта других людей. У меня в жизни были тяжелейшие периоды. Ну, именно так, наверное, мы приходим к Богу, когда вот просто везде ад, вот везде ад. А в храм, только в храме ты приходишь и чувствуешь, что тебе немножко легче становится. Только в храме больше нигде. Вот, поэтому, вот я это знаю, и все это знают, кто спасался от своих страданий и скорбей в церкви. Поэтому надо ходить в храм каждую субботу вечером, воскресенье, как положено, и споедаться причащаться раз в две-три недели. Читайте Евангелие каждый день, главу. Читайте утренечернюю молитву, обязательно. Читайте Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по нему не грешно. Ведь на вас нападает враг. Понимаете? Вот этими всеми мыслями и страданиями он нападает и мучает вашу душу. Как только вы молитесь, враг отступает. Вот непрестанно читайте Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, молитвенно и внимательно. И отсекайте. Те страсти, которые вас мучают, страх, зависть, уныние, в них исповедуйтесь. Только внимательно и глубоко, с искренним раскаянием. И будет потихоньку враг отступать и приходить. Господь в вашу душу все сильнее и сильнее. И все больше и больше будет духовной радости. Помоги вам Господи. Спасибо.